привет привет здравствуй здравствуй как тебе дела дела ну неплохо как бы сыграно вот так у меня дела как настроение на как настроен вообще на квалификации весей но вроде нормально мы как то пообсуждали там какие-то моменты не знаю за себя я знаю что я нормально настроен да и все остальные должны быть также мы отдохнули немножко денек и все и можно дальше воевать ну да да вот сейчас короче хочу спросить о твоем никнейме лолик что этот никнейм означает этот никнейм я придумал еще на батлнете когда еще варкрафт 3 играл собственно лол это как бы смешно раньше было но я думал что это немного другое значение слова лол я думал что лол это лошара короче и я как бы такой думаю я когда узнал я поржал типа с этого думаю фига все говорят лол думаю все друг друга обзывают а я такой думаю сделаю себе угарный никнейм лошара хочу ты сделал а потом я узнал что точнее не так я сделал хотя думал сделать никнейм просто лол был занят я такой думаю в смысле но мы уже есть лошара сделал этот никнейм ну ладно буду вторым лошарой такой сделал ник лолик потом такой не занят я такой в смысле и потом пришлось дописать буковку о потому что всякие лолик 1 лолик 2 лолик 3 лолик 45 заняты и лолик о так и вышло а потом я узнал что лоло то смех и мне как-то тоже было смешно я не лошара повзрослел понял стало круто вот так ну я в принципе в пабе под тебя заметил что ты такой знаешь веселый человек умеешь иногда поддержать обстановку так сказать ну смотри есть один вопрос который я задаю всем профессиональным игрокам и тебе его тоже задам как ты разогреваешься перед матчами на турнирах и перед паб матчами ну если вообще перед под матчами разогреваешься раньше например с собой замечал то что надо было играть паблики там около года назад я считал что надо обязательно сыграть паблик если не сыграешь паблик то все как бы на костер тебя и любого считал что надо на костер если не сыграл паблик перед официальной игрой сейчас я считаю немного иначе потому что мне хватает минут пять чтобы зайти вот это в лобби dota 2 где там герои всех тестирует шмотки где можно одеть я захожу беру абсолютно любого героя могу взять вообще все что угодно не обязательно код там инвокера брать чтобы там 150 спелл в кинуть потом рефрешер еще 150 спеллов такой типа размялся такое все потные захожу меня не обязательно я могу взять разора просто высосать 200 атаки как бы пять минут по высасывать атаку и зайти как бы в игру вот так вот примерно разогревчик идет а какая у тебя любимая любимая но необычная сборка которая могла бы работать большинстве случаев это за какого-то героя или вообще ну вообще на любом персонаже тому что ты собираешь любимая сборка короче ну я люблю покупать blink очень люблю лучше могу сказать и for stuff you а люблю но на хайма мэри когда попадаешься не всегда такое может быть а если мы играем в party ранки где-то велика вероятность что я возьму себе тени и буду собирать догон форста фьюла как с блинком и также практически за любого другого героя потому что это прикольно это весело и как-то маневрировать гибкость в замесах с форстафом и дарьером очень классно да ты когда-нибудь использовал макросы например для инвокера там одобряешь ли ты вообще это макросы никогда не использовал я вообще них узнал я даже не помню когда на как не придал им значение я знал что там типа топовые мипари на них играют на макросах там на тинкера макросы появились но это точнее как всегда были но как бы никто не биндил их вот но я такое ничего не использовал но собственно если это упрощает игру это как бы разрешено то почему нет я как бы спокойно отношусь к этому но сейчас это запретили поэтому на костер всех с макросами играет даже блин дагер теперь не использую за range в ничего смысле что за много range максимальный range типа этого скрипт какой то есть я кажется знаешь ли за скрипт я уже кажется понял но я ничего такого не использую иногда играю только на квиккаст можешь ли ты рассказать какие-нибудь детали тренировочной базы может быть весь какие-то фотографии ваши тренировочной базы у нас нет тренировочной базы в подлодке ну это же типа не организации ну да понятно но так что про другие будкин по нечего рассказывать я был в других командах других будем смотри если бы тебе пришлось выбрать одну западную команду кроме вашей и одну восточную для гранд-финала ти 6 кого бы ты выбрал ну и почему соответственно это мои всего мира до говорим типа китай до эрико но я бы сыграл наверное собственно против егэ в городе нет да нет и другая какая-то команда европейская то есть просто до матч между этими двумя командами правильно это команда кроме своей одну восточную восточную тогда это был бы lgd и г вот почему lgd и потому что я очень много следил за xiao 8 один из таких моих кумиров их несколько всего лишь на которых я равняюсь мне очень нравится как он играет он выиграл international собственно показатель находится в топе все хотят с ним играть ничего плохого никто о нем не говорит собственно xiao 8 ну и любые там кому кого он наберет там игроков вот егэ ну там играет фир там играет сумаил там играет ppd universe там играет зайка сказать что кто-то из них плох такого нельзя сказать все очень сильные игроки они очень классно играют и мне нравится вообще команда егэ со стороны на нее смотреть но конечно я бы не хотел там на квалификациях попасться против егэ сейчас например то было бы как бы немножко тяжело а так в целом то команды сильнее егэ последнее время не самые лучшие результаты показывают только в квалификациях у них пошла игра так сказать они смогли собраться и пройти эти квалификации да но это найти покажет я думаю что играю войдут в восьмерку если них пятерку ну смотря как они подготовились это тоже очень хороший фактор который влияет на это как ты такого успеха в плане профессиональной доты за какую команду начинал какие турниры вы играли этот вопрос очень очень интересен многим новичкам так сказать давайте я как бы у меня такое понятие если я не был еще на валювском турнире это значит ничего не достиг еще в доте то есть но они минимальные мои достижения то есть нам по пальцам пересчитать ну ладно не по пальцам по пальцам многих людей пересчитать но я не считаю что я супер многого достиг то что но если начинать на году в 2012 где-то в конце двенадцатого года после второго интернешнала летом еще двенадцатого года вот дать до второго интернешнала я работал на одну группу в вк там мне предложили быть тренером женской команды я посмотрел что это со стороны как это все выглядит искал там ну пытался короче познать это все девчонки потом поехали на star ladder на лан они выиграли лан потом через месяц где-то это был октябрь через месяц в ноябре меня зовут в команду звал игрок питерский шарфик они они не так они позвали меня стендинить вот я отбирал гусей нет шарфик это питерский игрок он играл за команду какие-то не там команды были я не помню уже я не вспомню что у нас даже за команда была в общем меня позвали стендинить я пришел на видел через игру мне ну типа или две игры видел на саппорте потом мне вечером говорит пойдем к нам в команду я такой в смысле я же видел ну типа говорят ну и ладно в общем мы играли там около месяца потом команда разошлась потом мы опять сошлись потом был стак вот с дредом соло nexus потом меня кикнули потом я пошел в line спрайт там поиграл на буткемпе месяц там хакон был хакон тут еще был массакр я стал к android вот вот наш состав поиграл место я тоже не подошел потом я взял перерыв после третьего инта мы собрали команду с опять с хаконом хакон айдаш стресс я еще кто-то с нами был помню что вызвали влад но это не никнейм был просто влад его звали потом ушел айдаш ушел влад пришел все мы за слэр пришел роджер мы 2014 год уже начали там стар серию вышли играли стар серию какие-то на нас на какие-то турниры приглашали потом нам дали инвайт на закрытой квала на интернешнл в 2014 году собственно где мы заняли как бы 10 место немножко не пошло потом я забил на доту потом закончился четвертый инт и собственно это вот 14 год я не помню какой был у меня я помню что я был на каких-то ланах был на лане в кирове там выиграли а прайс чемпионс кап турнир был какие-то были ланы такие посредственные там не было сильных коллективов а кстати говоря хаконе как тебе вообще с ним играется нравится ли ну и какой он по характеру опиши его как он описать да ну как он стабильный сейчас он зазнается послушать интервью зазнается и станет нестабильным я как он знаю пройдох это вот такая вот ну вот вот такой человек мне нравится это качество стабильность и все то есть надо отыграть как бы отыграет на филе на филе нормально стабильно филе ты стабильно отыгрывать так нравится тебе с ним играть да да не могу ничего плохого сказать наши с ним игре о своей могу сказать а наш с ними ну ладно а как ты достиг такого уверенного личного умения играть на миду скилла так сказать мидерского здесь все зависит от пула героев на самом деле я не могу сказать что я себя чувствую на всегда уверены в миде если мне дадут какого-то героя на котором я не уверен при каком-то раскладе то я его не буду я буду чувствовать себя неуверенно именно лайнинг стадию лишь потому что вот неуверенно чувствую себя на этом герой там если методом героя на котором я уверен и всегда не всегда этот герой конечно совпадает с тем кто нужен по игре но если так все совпало то все классно если не совпало то как бы печально бывает а кто внутри вашего коллектива берет на себя инициативу важных ситуациях заводила команда сказать кто у вас но это арт с он капитан он говорит там что делать берет все герои на котором видит что он что-то сделает руководит даже я играю на инициаторе он там говорит мне что делать очень но это хорошо на самом деле а при пике вы всегда слушаете своего арт с вы всегда слушаете или как когда-то он берет персонажи которые вы хотите увидеть но это так же как и везде собственно если капитан скажет то что здесь эти герои плохие там будут говорить то что да здесь он хороший а если арт с видит что это очень плохой герой то артесу не возьмем скорее всего то есть он возьмет то что он считает нужно по игре и для его стратегии а так да он слушает игроков когда мы говорим что то то что там вот такого такой-то герой и он если на дом прислушается если не надо не прислушается с кем-то из тиммейтов катаешь пабы нет а почему как-то да не знаю не знаю просто даже тяжело сказать все соло любят играть в основном это я только люблю party играть но я играю party там не со всеми там с тиммейтами как-то ну у нас есть как бы рабочая атмосфера вот и мы как команда развиваемся паблики нам не совсем интересно с друг другом играть возможно так то есть но бывает кто-то играет с кем-то но у меня у меня такого не было по крайней мере понятно давай теперь поговорим немного о пабах кого бы ты взял если играл бы нам чисто на победу вот если хотел бы показать свой скилл и если хотел бы просто развлечься пофанится так сказать но тимберсо но это сейчас он метовый стал на самом деле тимбер я им год полтора года назад еще начал играть когда он вообще не метовый был и тогда когда ему еще добавили два этих аганим добавили ему я тогда очень много стал на нем играть мне всегда было комфорт на нем играть потому что как бы бегаешь за месси у тебя как бы 32 армора на 15 минуте и никто ничего сделать не можете тебя пытается убить а у тебя еще и bloodstone и все снова это легкий герой на самом деле тимбер какой айтем ты считаешь вот самым аньюзерс нам короче в этом патче и какой самым таким выгодным я обратил внимание что вроде не так часто сашу яшу делают по моему ну да да сейчас перестали совсем сашу яшу делать даже на том же лайфстиллер и когда ее собирали чуть ли не вторым третьим айтемом сейчас его редко увидишь не на сайтами тяжело очень тяжелый вопрос на самом деле я знаю какой этом я практически никогда не покупал вот в паблике я не ни разу его не купил это этот хурикин пайк или как он там называется который форстафина я его в паблике ни разу не покупал вообще я потому что ну наверное считаю то что этом он очень ситуативно и я в него не верю что это говорил который этом наоборот хороший давай другой опиши своих тиммейтов по команде одним словом работяги ну каждого из тиммейтов а каждого из тиммейтов как он вот у меня как он ассоциирует со словом стабильность что стабильный такой у нас человек нужно хрона поставит хрона не обязательно на врагов но на поставить как бы артез он такой в рватор он вот всегда такой драки форсе типа там пойдем сюда пойдем туда там того убьем этого убьем и так далее описать мату мата человек дазл можно пром дазлом только назвать и все ну а псм это стратег есть какие-нибудь там вопросы или что ты хочешь сказать да нет спасибо хочу сказать что взяли интервью спасибо ей есть люди которые меня поддерживают смотрят стримы небольшая фан база очень приятно когда если честно мне понравился твой стрим как ты разряжаешь обстановку то есть умеешь шутить но не все так профессиональные игроки играют не всем данный такой талант можно сказать да никакого таланта на самом деле просто веду себя по обстановке как хочется так и веду и все а так я так-то горячий парень если что если в паблике мечет не так сделать я и могу там рассказать куда идти человеку да на самом деле в паблике когда я тебя смотрел ты был такой как бы более эмоциональный а тут ты более ну такой тихий спокойный получается но на официалках я вообще молчу практически 0 эмоций а почему но потому что это официальная игра там бы редко какие-то эмоции выплывают у меня максимальная сосредоточенность все у вас также молчать или бывает когда мы играем там кто-то что-то скажет могут может кто-то где-то пошутить но я стараюсь этого не делать что так вот а кто например у вас шутит приведи какой-нибудь пример но все 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 по чуть-чуть шутит не знаю не нельзя кого-то выделить что кто-то супер юморист но иногда кто-нибудь что-нибудь может сказать смешно или как-то подшутить над кем-то такое это нормально это весело такое поднятие боевого духа команда ну ладно спасибо тебе еще раз за интервью удачи тебе удачи на квалификации офисея ну лично после этого интервью я буду болеть за вас просто буду смотреть игру спасибо им будет да ну пока а всего доброго пока пока давай удачи пока